здравствуйте друзья значит новостишка сегодняшняя состоит в том что господин джулиани который у него большая история он когда-то был мэром нью-йорка вот но он в данном случае он является личным как бы адвокатом трампа президента трампа и вот он занимается вопросами связанные с тем что его как бы долбают по причине вот там был сговор не было ли сговора во время выборов шестнадцатого года между командой трампа и значит спецслужбами российским и ну там все естественно что там ничего такого не было вот сговор есть такое слово колюжен колюжен и вот это самое колюжен это сговор и рамках никогда не было ничего не было и все еще ничего не было и тут сегодня вот этот самый джулиани вдруг неожиданное заявление сделал вот от которого мы сейчас уже немножко смотрим назад неожиданность заявления состоит в том что он что сговор не является каким-то преступлением то есть человек который доказывал всеми что сговоры нет вдруг начинает что ну даже если и был разве это преступление но фактически сговор преступлением не является о чем мы вообще говорим что мы такое что они такое там исследуют этому предшествовала невероятная активность трампа в твиттере по поводу того что вот он наехал на господина мюллера который бывший директор циру который сейчас ведет независимое сказать расследование по этому вопросу он на него уже лично наехал не то не вообще надо но тоже на самом факт расследования как такового но лично и вот что тут вообще значит у него конфликт интересов что он вообще его нельзя подпускать к этому расследованию вдруг выяснилось два года спустя что у него с трампом вообще плохие отношения вот у них с плохие отношения вот и поставили расследовать человека который с ним в плохих отношениях ну нечестно к нему всегда так в общем подходит вот ему поставили такого нехорошего стоять сейчас что там еще происходит сейчас господин коэн который был таким частным адвокатом в семье трампа и брал на себя всякие дела ну в частности таскать грязненькие тоже там допустим вот платеж этой самой урага ураганный дэниел да там stormy дэниел там которая готова была опубликовать там историю о том как у них у нее были отношения с трампом они как бы вот этот коэн он как бы выкупал эти права и пишут я я там без деталей но что как вот эти сто там 30 тысяч которые он заплатил ему трамп потом из фонда избирательной кампании за юридические услуги отбросил ночью такое все грязненько и вот в частности коэн он может быть рассчитывал что трамп его отмажет как-то но трамп его не отмазывает и он как бы с мыслью о том что семья дороже чем вот какой-то там лояльность какому-то плательщику он начинает давать показания интересные значит да но при этом началось с того что на него наехал и fbi арестовала чего не там лежит в офисе а он возьми да и записывай разговоры с клиентом на пленочку и вот сейчас вот сильным там разговорчик опубликовала где они с трампом обсуждают вот по вопросам платежей там с этой стороны дэнил и так далее в общем джулиане который все время про коэна говорил что тот очень честнейший человек и он вообще там я не знаю что вдруг он переворачивается и говорит что он лжец и он всегда был лжецом вообще проходимец проходимец он катит бочку на нашего там замечательного мальчика вот а сам просто проходимец то есть вот такая не такой неожиданный поворот в показаниях самого джулиане как бы в его истории тоже очень интересный то есть да самое интересное что вот буквально тут вот 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 начнется суд над господином манафорта господин манафорт был в шестнадцатом году в течение какого-то времени не не все время не в 6 ну там вот я извиняюсь в избирательной кампании 16 года он какое-то время был руководил избирательной кампании трампа и господин манафорт за ним много чего числилось то есть и тогда было известно что чек такой довольно грязненький со связями там в кремле с януковичем там и так далее так далее так далее он вам бы многих довольно нечистоплодных операциях участвовал вот но откуда чистый возьмется в таком правда замечательном месте и вот значит вот этот вот нечистый за ним нашлось там на 300 лет в тюрьме да у нас такая система замечательная что как-то накидывают накидывают на этом 300 лет значит 300 так сложили вот вот те 300 лет ну сколько сколько там сможешь вот может под амнистию какую частично попадет не знаю в общем у него там на 300 лет и еще не то что суд его все 300 засчитал да как как доказанные преступления но ему хватит а кроме того он сознался уже в этом показать признательные показания дает там и так далее и опубликовали список свидетелей которые будут идти по делу манафорта дело в том что мюллер ведет свое расследование вот как настоящий такой гбшник в полной такой темноте никто ничего не знает вот вот ничего не говорит слова лишнего не скажет и даже не лишнего тоже не скажет в общем такой но по списку свидетелей которые там пошли видимо что-то такое стало понятно но вот и трампу и джулиане и может еще какие дополнительные их источники информации над полагать но во всяком случае вот это вот истерика это абсолютнейшая истерика то есть люди просто вдребодан то есть их им крышу снесло полностью это это видно и по истерике трампа в твиттере и по разговору о том что колюжен сговор не является вообще преступлением и так далее это говорит о том что их взяли за то самое причинное место или во всяком случае у них ощущение такое что их за него уже взяли то есть вот реакция такая то есть можно сказать ну просто люди нервные ну конечно мы отрапить даже и не говорим но джулиане это же такой чек профессиональный вот и и вдруг он говорит что это оказывается там может быть они сейчас начинают копать там по законам там еще где-то может они пытаются найти что сговор то в общем-то и и не преступление но может и не может на пожизненное не хватит она импичмент легко поэтому вот такое вот интересное развитие истории которую там все время называли охота на ведьму и все такое вот в общем плохо все вот но плохие люди значит пресса у нас это самое враг народа прям вот так пресса враг народа корреспондент cnn там вопрос задала сутричка ее после этого забанили вообще сюда не ходи вот а у них работа задавать вопрос но такого не было в истории сейчас вся пресса бурлит и консервативные такая сигарет мы с ней где так нельзя короче чё-то такое там произошло мы пока не знаем но на поверхности вот представьте себе что вот вот вы смотрите на воду и там вроде вода и вода и вдруг в одном месте пузыри какие-то громадные пошли прям и вы думаете ну наверное там что то есть без пузыри сами по себе же не пойдут правильно вот поэтому вот что-то интересненькое там разворачивается так что наблюдаем счастливо